Вооруженные власти, к сожалению, войска Украины, не принявшие присягу на верность Украине, подали себя перевороту, поддержали военный переворот в стране. На самом деле это предатели, а не офицеры. И кто даже об этом заикается, как должен настоящий офицер взять пистолет, ему даже сдать, застать один патрон и застрелиться, дабы не нести такой позор свой, воинский. И честь офицерскую свою не поганить. Вот так вот я считаю, что произошло в Украине. А отдать страну на разграбление американским и другим европейским державам, в стране, в которой в правительстве находится 25% иностранных министров, это уже не страна, простите, это цирк, это просто шапито. И все со мной происходит, обычный цирк. Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнять свои боевые задачи никак. Нигде не получается у них. Иловайский котел, полторы тысячи человек убитыми потеряли. Украина скрывает свои потери, даже баллонтерам сжигают в аэропорту свои трупы с катами. Это все можете, когда будет полностью очевидный аэропорт, можем показать, как там все происходит. Поэтому любое заявление украинских властей на свыше этого, я считаю некорректным, по одной простой причине. Они находятся на земле, которая им не подконтрольна, никогда в жизни подконтрольной не будет. Мы пойдем дальше на Славянск, на Краматорск и все остальное. Уважаемые офицеры, которые тут убежали, что вы можете мне на это ответить? В Минске соглашение уже не действует. Как это? Действует все соглашение. Только мы не знаем, с кем мы там договариваемся. Официального представителя от Украины нет. Леонида Амельевича Кучма, который там присутствует, и который разговаривал с нами, я с ним общался. К сожалению, украинские власти объявили его неофициальным. Поэтому пускай Украина дает. Я зову Петра Порошенко, как главком урона села Украины, пускай прощается. Вот пускай посмотрят на эти дома. Куда пошли, 500 миллионов евро, которые дала Германия на восстановление Донбасса, мы ни копейки не получили. Сейчас боевые действия идут. Есть возможность армии ДНР идти в наступление? Да, кто съедет. Вы знаете, как вам сказать, не только возможность, главное есть желание. Понимаете? А все остальное, когда есть желание, любая возможность потом возникает. Поэтому наша земля есть та, которая была в границе. Я скажу честно, эту страну, которую порвали сбор негодяев и подонков на разные кусочки, надо объединять. Нормальное государство. И как были мы славянами и русскими, так мы ими останемся. И пускай киевляне помнят, что Киевская Русь ушла с этого города. И те идеалы, в которых мы живем, за которыми мы воюем, пускай в каждом человеке в сердце проснется. Нельзя предавать кровь предков, которые за то же время сражались с фашистами. Нельзя забывать те зверства, которые они делали. А у нас, к сожалению, в Киеве пакельные шерсти проходят. Не напоминает вам ничего? Мюнхен, 1938 года. Не обратили внимания? По-моему, очень даже похоже. Все одинаково. Свастика, пакел. Потом книжки будем жечь. Протолчим лагеря. Съездите, пожалуйста, в Кировской, посмотрите. Паджданов. Моцлагерь стоит, готов. Можете смотреть, ехать. Это сейчас не будет решаться населом? Нет, мы мирные люди. Мы всегда разговариваем мир. Понимаете, ну, добро должно быть полотна. Понимаете? Когда будет плохо, аэропорт, аэропорт, аэропорт. Вы знаете, хороший вопрос. Как только Майдан закройтится, и здесь будут другие дома стоять, аэропорт будем останавливать. Мы умеем работать. Понимаете, мы не скачем на Майданах, потому что к этот момент мы добываем уголь, сеем хлеб, ловим рыбу, ловим металл, но, к сожалению, нету. Мы не приверженцы украинской традиции, что не Новый год, а Майдан. Мы люди, которые умеют и воевать, и строить. Народ, он силен, он сделает.